Раз-два-раз И выше, и выше Терзани растет градиент И в каждом профессоре дышит Вспаливший вольтметр студент Следующий номер нашей программы Вращение твердого тела вокруг закрепленной оси Вот есть твердое тело Вот его центр массы Вот подшипники, которые удерживают ось Понятно, что все точки твердого тела Будут двигаться по окружностям Центры которых будут лежать на этой оси Это означает Что вектор угловой скорости твердого тела Омега будет смотреть вдоль оси Если у нас так случилось То ось не проходит через центр масс Это означает, что центр масс Будет двигаться по окружности Вокруг оси Но если центр масс движется по окружности У него есть центростремительное ускорение Поэтому Мы знаем уравнение движения центра масс Масса тела На центростремительное ускорение центра масс Должна равняться сумме внешних сил Если расстояние от оси Откуда берутся внешние силы Когда тело крутится вокруг оси Вот закрепили на оси Стукнули, оно крутится Центр масс двигается по окружности Откуда внешние силы Без внешних сил не может двигаться Вот сейчас, если центр масс здесь То внешние силы сюда должны действовать Но в подшипниках они возникают Вот здесь Вот здесь на ось в подшипниках Действуют внешние силы Подшипник удерживает ось Чтоб она не улетела Но понятно, что если центр масс не на оси То в подшипниках будут действовать Внешние силы, которые вот так крутятся Будут раздолбывать подшипник Поэтому если у вас колесо висит на оси Чтобы подшипники не раздолбывались Надо сделать так, чтобы центр колеса Лучше был Где был? На оси вращения Да, на оси вращения Тогда не надо будет внешних сил Подшипники Знаете, такая развлековка Когда резину меняешь на автомобиле Там его крутят Потом грузики между ободом И шиной Молоточками вбивают Это чтоб центр масс колеса на оси Оказался, чтоб не раздолбывались Как-то раз я центровал себе колеса Приехал Там такой мальчик хороший Там все это компьютеризировано неплохо Он говорит О, говорит Я И смолвуюсь Вот закончу Буду инженер Я говорю Ты что, с ума сошел? Ты мне колеса сейчас сделал За 10 минут Получил за это 3000 рублей Ну, отдашь ты хозяину Из этих 3000 рублей 2000 Ты за 15 минут Зарабатываешь 1000 рублей У тебя, говорю, много простых? Нет, говорит У меня очередь до завтра Записана все Я говорю А как ты думаешь А сколько ты После ИТМО получаешь? Он говорит Столько же Я говорю Столько же Ты будешь получать И тогда докторскую защиту А до этого Так что, говорю Ты поумнеешь И останешься ты здесь работать И не пойдешь ты никуда Если поумненько А не поумнеешь Ну Будешь заниматься Инновационной Технологией Ну, хорошо Теперь Будем считать Что мы поумнели И у нас ось проходит Через центр масс Теперь Нет, пока, наверное, будем считать Что она проходит Как угодно Давайте теперь Посчитаем Полный Момент Импульса Такого твердого тела Полный момент импульса Будет равен сумме Моментов импульса Каждого Каждой точечки А момент импульса Каждой точечки Это плотность Каждой точечки тела Точки R На векторное произведение Посмотрите Каждая точка Движется по окружности Вот в этой плоскости И Ее Момент импульса Относительно Такого вращения Равен Произведению Скорости Этой точки На Вот этот Радиус Ну, на самом деле Если у нас Начало отсчета Находится Где-то здесь То вот это Вообще говоря Радиус вектор Нашей точки Импульс этой точки Дельта М Житая На ее скорость Но если точка Крутится вокруг Оси омега То скорость В житая Это омега На Р житая Векторное величие Поэтому это будет Р житая А здесь будет Омега Р житая А массу Я вынесу Ну, дальше Естественно Бац минус Цап Вац Это омега На Р житая В квадрате Минус Цап Минус Р житая На скалярное произведение Р житая На омега И еще Все это умножается На дельта МЖТ Это вклад В момент импульса От этого кусочка Причем Выразите внимание Что вклад В момент импульса У нас будет Не направлен Вдоль оси омега Вот это слагаемое У нас направлено Вдоль оси омега А вот это слагаемое Совсем не направлено Это значит Это значит Что при вращении От каждой точки Момент импульс Момент импульса Момент импульса Будет меняться Это значит Что для того Оно будет пытаться Оно будет пытаться Выламывать нашу ось Из подшипников Поэтому подшипники Все равно нужны Даже и в том случае Когда Ось проходит Через центр Эти моменты сил Которые возникают В подшипниках Компенсируют Горизонтальную Составляющую Момент импульса Кстати Горизонтальная Составляющая У нас Вот этот вектор Можно разложить На два вектора Это вектор RG перпендикулярная И RG параллельная Это будет RG Перпендикулярная Плюс RG Параллельная Вот так его Можно разложить Понятно Что вклад Параллельной Составляющей И омега Направлен Вдоль оси вращения И он не меняется Во время А вот От этой Составляющей Вклад Все время Меняет Своё направление Именно Этот вклад Пытается Сорвать Тело Вместе С осью вращения С подшипников В подшипниках Снова Возникают Уже теперь Не силы Направленные В одну сторону А момент сил И опять-таки Чтобы ось Никуда не дергалась Её надо удерживать Я сейчас Этой арифметикой Заниматься не буду Не спеша Летишникам Я это покажу Там посмотрите Если Захотите В результате Получится Следующее Что Момент Импульса Направленный Вдоль Оси вращения Я так напишу Дельта Ж Направленный Вдоль Амеда Окажется Равным Массе Этого Кусочка На квадрат Вот этого Расстояния На Угловую скорость Амеда Где вот такое Ржитое Это расстояние Нашей точки От оси вращения Не от начала Координат Которые мы где-то Здесь выбрали А кратчайшее Расстояние До оси вращения Ну и тогда Полный момент Импульса Направленный Вдоль Оси вращения Который Не гасится Подшипниками В таком теле Будет равен Сумме Масс Каждого Кусочка На квадрат Расстояния От каждого Кусочка До оси Вращения На угловую Скорость Ну если Переходить К интегралам Конечно угловую Скорость Можно Вынести Из-под Суммы А здесь Останется Интеграл По всему Объему Тела От плотности Каждой Точки На квадрат Расстояния От каждой Точки До оси Вращения На элемент Объема D3R При этом Оказывается Что момент Импульса Будет пропорционален Угловой Скорости Вот этот Коэффициент Пропорциональности Который Так надо Считать Будет Называться Моментом Инерции Твердого Тела Относительно Выбранной Оси Вращения Это Момент Инерции Твердого Тела Относительно Выбранной Оси Вращения И тогда Мы получаем Их На Омега Поскольку Мы сейчас Говорим О параллельном Моменте Инерции Вдоль Оси В принципе Здесь можно Поставить Вектор Потому что Составляющая Не направленная Вдоль Оси Гасится Моментами Сил Которые Автоматом Возникают В подшипниках Как раз Подшипники Убивают Эту Составляющую Ну тогда Если это Равенство Продифференцировать Мы получим Что скорость Изменения Момента Инерции Параллельного Оси Вращения Это Есть Понятно Что при Дифференцировании И Константа Потому что Твердое тело Все расстояния И массы Не меняются А здесь Останется Скорость Изменения Угловой Скорости Вращения Вокруг Оси Но это Ничто иное Как угловое Ускорение Итого Получается Момент Инерции На Бета Это Почти МА Только для Вращения Вместо Массы Стоит Момент Инерции А скорость Изменения Момента Импульса Поскольку Скорость Изменения Всего Момента Импульса Равна Сумме Моментов Сил Здесь Будет Сумма Моментов Сил Спроецированных На вертикальную Это Уравнение Движения Твердого Тела С Неподвижной Осью Вращения Поэтому Вдруг Момент Сил Понятно Как считать Это Векторное Произведение R на F Потом Этот момент Надо Спроецировать На это Направление И тогда С точностью ДАИ Вы находите Угловое Ускорение Тела Вы будете Знать Как будет Раскручиваться Тело Вокруг Своей Оси Если приложены Такие Моменты Но Сами Понимаете Что Самая Большая Проблема Во всем Этом Это Вычисление Момента Инерции Твердого Тела И вот Это Действительно Есть Некоторая Наука Которой Мы В следующем Вопросе И Позанимаемся КОНЕЦ